Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас программа «Секрет успеха» и у нас в гостях прекрасный человек Александр Тишков. Дело в том, что мы знаем его по очень качественному и хорошему событию в нашей жизни. Александр возглавляет организацию РБДС, где была сделана прекрасная работа на Верхнем Волоке, и очень многие говорят вам слова благодарности. Вчера увидела у Юлии запись и очень хотелось узнать ваш секрет успеха. Поделитесь, пожалуйста, этим секретом с нами, как с участниками проекта. Для нас это очень важно. Добрый вечер. Хочу немножко поправить. Я не руководитель компании, я заместитель директора, но я отвечаю за все строительство, которое производит наша компания на дорогах Смоленской области в основном. Секрет успеха, он как бы у каждого, наверное, свой, но я думаю, что наш секрет успеха все-таки в опыте, который мы получили на протяжении 20 лет. В нашей фирме в этом году исполняется в ноябре месяце 20 лет. За эти 20 лет, конечно, много чего изменилось, много как и в коллективе притирались люди друг к другу, и какие-то новые технологии осваивали, технику покупали. Пришли к каким-то выводам, что в наше время нельзя стоять на месте, поэтому могу похвастаться, что вся дорожитетная техника, которая существует в данный момент в мире, самая лучшая, она у нас есть. Мы не жалеем денег на развитие, у нас новейшая технология, новейшая техника, ну и самый главный коллектив, который у нас из 20 лет работы организации, наверное, процентов 70 у нас 20 лет и отработали. Мало очень текучки, люди уже такие сплоченные, каждый знает свое дело, поэтому вот он весь секрет успеха. Очень прекрасно. Скажите, пожалуйста, в рамках участия в проектах девятерым из нас скажут, вы отчислены. Поделитесь, как пережить это и что делать дальше? Ну, я думаю, что это, конечно, этот стартап из школы «Сделай робок» – это, конечно, очень хороший опыт для начинающих, молодых бизнесменов, но это не самое страшное, то, что вы не получите грант. Я думаю, что это вообще дело второстепенное. Там не такой уж и грант, за который можно так страдать или еще что-то. Главное – это опыт, мне кажется, общение с людьми и вот эти вот навыки, которые вы приобретаете во время стартап-школы. Поэтому не унывать, продолжать свое дело, главное – любить свое дело, держаться за него, кладывать все усилия, чтобы оно шло, работало, главное – любить на самом деле. Прекрасно. Еще, может быть, вы подскажете то, какие качества необходимо развить нам, чтобы победить? Ну, прежде всего, коммуникабельность, надо уметь общаться с людьми, потому что большой процент успеха – это все-таки правильное общение. Ну, видимо, так. Прекрасно. И в конце, наверное, скажите свои пожелания тем, тому, кто победит, кто возьмет этот грант, как правильно им воспользоваться. Ну, я думаю, тот, который начинает победить, точно знает, как им воспользоваться, поэтому удачи, успехов и поцветания его дела. И надеюсь, что этот грант будет потрачен именно на это дело, которое вы заявляете. Спасибо большое. Спасибо.